Геннадий Борисович Белоусов, директор управляющей компании РЭП Никольская, от комментария отказывается и стремительно покидает место жилищно-коммунального происшествия. Ночной ливень 14 мая ударил по крыше и прошелся прямо по четвертому подъезду дома номер 33А на улице Майской в городском микрорайоне Никольская города Воронежа. Жители буквально ошеломлены событием и приходят в себя после бурной ночи. Страшно, сам посмотрите, когда открываешь, вот так все, фонтан уйдет, полностью идет. И пошел потом в квартиру, затопил у нас коридор, кухню. Потом три часа я проснулся, начало на голову, в зале уже начало капать. В подъезде тяжело дышать от сырости, не горят лампы. По отключенным электрическим щитам до сих пор стекает вода. Что-то похожее уже было во время грозы 10 мая. И вот опять повторилось. В квартире на пятом этаже еще не успели просушить натяжные потолки от предыдущего ливня. А над головой снова десятки литров воды над натяжным потолком. Видите, все вот потеки такие. Дверь сегодня не очень сильно текла. Десятого числа очень сильно текла. Так если бы вода, а на самом деле темная жидкость с характерным запахом. Не могу сказать, чем пахнет, но очень скверно и отвратительно. Жители предположили, что дождь смыл с крыши кучи голубиного помета. Вот им и дышала Наталья Зверева половину майской ночи у окна на кухне. Половина третья вот эту всю водичку вытирала, стоит вместо того, чтобы спать. Непростые взаимоотношения с управляющей компанией у жителей дома сложились исторически. С детства я живу в этой квартире. У нас ЖКО никогда в жизни ничего не делает. И никогда не реагирует ни на какие претензии, ни на какие заявления. Он вообще не реагирует. Так же дошло до этого. Когда вызывали, какого мая вы вызывали МЧС? В ночь был ливень и гроза. Составили акт, приходили электрики. Они не отреагировали. Он не появился ни в понедельник, рабочий день начался. Он не пришел. Он же не пришел, не посмотрел. Ничего, да, не было. Ничего не было составлено. Началась опять гроза. Что? Все топнут, все без света, все без ничего. Дальше что мы будем? А он что отвечает? Дело рук самих утопающих. У Натальи Зверевой переписка с управляющей компанией с 2015 года. Коммунальщики почему-то старательно уклоняются от диалога с теми, кто обеспечивает их работой и заработком. В письменном виде она задала вопросы и по происшествию этой ночи. Ну, мне ответили, что ливневка в порядке, прочищенная. Крыша тоже якобы трещин, повреждений никаких нет. Все. Я спросила, почему все-таки вода в подъезде. А мне ответили, а мы не знаем, будем думать. Спросила, как долго вы будете думать. В ответ тишина. Галину Скрыльникову попросил присмотреть за квартирой сын. Подробности сообщил по телефону. С лампочки вода капает. Вода льется с розеток. Линолеум поднялся, под линолеум вода ручьем течет. Квартира плавает вся. Первый дождь прошел, вызвали, вроде заявление написали, вызвали, как должна комиссия была приехать. Комиссию до двух часов прождали. Комиссии никакой не было. Никто не приехал. Вот, вроде немножко устаканилось, успокоилось, все. И здесь вот второй дождь прошел. А второй дождь прошел. Ну, все, плавает, все. Встретиться с Геннадием Борисовичем Белоусовым не удалось. И в конторе общество с ограниченной ответственностью РЭП Никольская. Директора управляющей компании на месте не оказалось. Не прояснили ситуацию и в территориальном отделе Левобережной управы в микрорайоне Никольская. Дверь была на замке. Санитарный день. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.